Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр, канал Академии Счастья. Наш очередной репортаж с моря, немножко другой ракурс. Вот, если видите, это Одесса, такие у нас приятные камешки. И вот морька радостная, веселая. Вот поэтому, друзья, уже абсолютно тепло, здорово. И кто хочет, обязательно присоединяйтесь к нашим морским пейзажам. Вот, сегодня говорим, продолжаем тему исцеления, улучшения качества жизни. Вот буквально совсем недавно делали мы групповую сессию. Вот, исцеляли тему коронавируса, который является вымыслом, фейком как таковым. Вот, и на самом деле, то есть, что мы делаем, да? То есть, ну вот, когда мы делаем совместные сессии, медитации, это не исцеление чего-то, ну как бы фейка, да, ложного данного. Это исцеление того, что стоит за этим. То есть, за каждым ложным данным стоят какие-то определенные существа, которые, ну, создают всю эту шумиху, все эти ложные данные, всю эту панику и тому подобное. Вот, и наша цель – это вот этих существ, да, которые стоят за всем этим, урегулировать, да? То есть, в чем заключается урегулирование? Это, по сути, введение этики в отношении них. То есть, этика – это максимальное выживание для каждого, да? То есть, каждый вид выживает. Но если, например, мы разрушаем природу, то это не будет максимальным выживанием. Или если мы разрушаем животных, там, друг друга, себя, это тоже не будет максимальным хорошим выживанием. Поэтому суть вот этики – это максимальная разумность, максимальное выживание для каждого индивида и для, по сути, всего мира в целом, да? То есть, это для себя, для семьи, для группы, для человечества, для животных, растений, материальных вещей, духовного мира и там источника божественного чего-то, если мы, как говорится, в том виде, в каком мы его там себе представляем. И что я хочу сказать? То есть, вот введение этики помогает существу перестать совершать какие-то неправильные действия, проступки, как мы их называем, да? То есть, что-то, что нарушает этику человека, и потом человек начинает жалеть об этом. То есть, это или разрушение самого себя, или разрушение другого, или разрушение там каких-то устоев, вот. То есть, всё это, по сути, влияет на индивидуум, и он потом начинает, ну, скажем так, он сделал что-то, ему приходится это скрывать, приходится, как бы, уменьшать свои способности, отдаляться от этого. Вот, ну, и, соответственно, его состояние начинает ухудшаться. Вот поэтому цель – это сделать так, чтобы каждый человек действовал разумно, этично. Ну, в меру, как бы, то есть, у каждого есть право на свою разумность. Ну, если, например, человек под разумностью проявляет неразумность, начинает, что же, кого-то разрушает, там, что-то вредит кому-то себе или другим, ну, соответственно, состояние его ухудшается. То есть, он, по сути, сам ухудшает своё состояние. И в этом состоянии он может сделать, ну, какие-то другие плохие действия. Вот, поэтому давайте будем улучшать вместе состояние. Вот, когда мы делаем сессии, мы намереваемся, то есть, берём какую-то тему и вместе исцеляем её. То есть, вместе улучшаем состояние, направляем внимание на это. И то же самое мы делаем во время медитации, да. То есть, ну, медитации, как бы, многим понятны уже, да, кто-то участвовал, возможно. В сессии, по сути, происходит то же самое, только мы выполняем какие-то более конкретные процессы, указания. Вот, и самое главное – это совмещение нашего намерения, да. Да, то есть, чем больше, ну, скажем так, духовных существ направляет намерение, да, на улучшение, на исцеление, тем это быстрее происходит. Вот, и недавно вот была утренняя такая медитация, да, там, где мы совместно участвовали, то есть, и тоже направляли внимание на исцеление. То есть, цель какая – это убрать ложные данные, сообщить им, что это, ну, сообщить всем, что это ложные данные, что не надо в это верить. Второй момент – это, я же говорю, ввести этику в отношении тех существ, которые распространяют ложные данные, которые влияют на мир в целом. Вот, и таким образом мы это проводим в исцелении. Вот, и, соответственно, каждый может присоединиться к сессиям, да, поэтому вот проект Академии счастья, он как раз создан для того, чтобы мы могли вместе содействовать, то есть, совместно действовать. И давайте вот, кстати, в некотором прошлом видео я говорил о просветлении, можете его посмотреть, оно будет в конце, показана ссылочка на него. Что такое просветление, да, то есть, мы вот видим солнышко, да, оно есть, оно светит, оно согревает своим теплом, любовью. И, что самое важное, что это солнышко, оно светит всем, да, то есть, соответственно, человек, который, ну, хочет быть, да, на солнышке, хочет получать от него свет, энергию, он это и делает. Даже есть такое вот понимание, как солнцеедение, да, когда человек, находясь на солнышке, получает от него энергию, питается этой энергией и улучшает таким образом. То есть, ему, вот, может быть, вы заметили, что летом на солнышке кушать гораздо меньше хочется, да, то есть, бывает, хочется там пить, там, например, какие-то фрукты скушать, но, так скажем, переедать не хочется. То есть, переедание в основном возникает тогда, когда нету солнышка, какая-то прохладная погода, да, то есть, и, ну, как бы, человеку хочется таким образом компенсировать это. Вот, а на солнышке все здорово, то есть, отлично и, соответственно, не хочется ни переедать, ничего другого. Вот, но, опять же, состояние у человека может быть разным, и вот путь духовной трансформации, он переводит к тому, что человек начинает изменять и свое питание в целом. Вот, то есть, я говорил о растительном питании, о питании живыми продуктами, то есть, ну, опять же, это фрукты, овощи, зелень, там, орехи, то, что не подвергалось термической обработке. Ну, и следующий пункт, это уже идет то, что я говорю, солнцеедение, праноедение и, можно сказать, питание святым духом, да, то есть, неедение, да, то есть, когда человек не кушает и не пьет. Вот, это все, ну, скажем так, переходы. Вот, ну, все это связано, опять же, с духовной трансформацией, да, то есть, об этом говорил, в своих книгах Джас Мухин, то есть, праноедка и другие, другие праноеды, да, то есть, суть в том, что мы исцеляемся, то есть, когда наш происходит процесс исцеления сознания, то происходит и процесс перестройки организма, да, то есть, организм начинает требовать меньше еды, соответственно, чем меньше человек кушает, тем меньше ему хочется спать, тем больше у него энергии, вот, поэтому очень важным моментом является здесь это духовный рост. И вот то, что я делаю процессинг, да, это практика духовного роста, то есть, это не просто, ну, скажем так, мы сделали какой-то один процесс, урегулировали там какую-то проблему и все ушло, нет, процесс духовного роста заключается в том, что мы урегулируем не одну проблему, а это целый, как бы, ну, скажем так, процесс, да, то есть, шаг за шагом, да, мы двигаемся, вот, есть мост, это шаг за шагом мы прорабатываем, то есть, убираем те вещи, которые у человека накопились, то есть, это не, это вот именно достижение просветления, путь духовной трансформации, потому что трансформация происходит тогда, когда у человека появляется, ну, скажем так, его истинная суть, да, то есть, это, то есть, вы знаете, кто вы, вы знаете, куда вы идете, вы знаете свои истинные цели, вот в этом, в этом важность всего этого, и почему я говорю об этом, потому что важно быть самим собой и достигать, ну, скажем так, тех вещей, которые вы чувствуете, что это ваше, то есть, не идти на поводу там у кого-то, кто вас отговаривает или говорит, что это вам не нужно, почувствуйте, чего вы хотите, в чем, ну, скажем так, суть вашей жизни, в чем ее секрет, и действуйте таким образом, и это даст вам улучшение, и это даст вам свободу действия, это даст вам то, что вы будете искренне рады жизни, вот, и в этой радости вы будете творить, ну, просто можно сказать чудеса, вот, сотворение чуда, вот, я как раз описываю в книге, сейчас пишу продолжение книги «Мир и вечного познания», она будет по ссылке в описании, ее можно скачать, почитать на Литрейсе, Редеро, ну, и других сервисах, то есть, о чем я, даже можно послушать уже на Буксру, вот, вернее, почитать на Буксру, о чем я говорю, о том, что каждый может достигать и создавать свое будущее и настоящее, вот, и трансформировать прошлое, потому что в одитинге мы как раз проходим случаи, которые, ну, вот, так или иначе записались в уме, это записи прошлого, и мы убираем оттуда негативный заряд, и, соответственно, состояние человека улучшается, то есть он начинает, ну, более осознанно действовать. Поэтому суть любого действия – это повышение осознанности. Когда мы знаем, почему мы так действуем, вот, то, соответственно, мы можем это переделать, то есть рассоздать те заряды, которые накопились, и то, что мы как раз и делаем в процессинге. То есть мы убираем негатив, и появляется позитивное состояние, то есть позитивное намерение. Вот, и поэтому давайте, друзья, будем вкладывать позитивное намерение в каждое наше действие, то есть чтобы мы чувствовали эту радость жизни и помогали себе и другим в исцелении. Если вам нужна какая-то помощь, консультация, то пишите в личные сообщения, контакты мои будут под этим видео. Если видео вам понравилось, то ставьте «нравится», подпишитесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, и, конечно, делитесь этим видео с вашими друзьями. Включите колокольчик как напоминание, чтобы вы получали уведомления о новых видео. Я вам желаю счастья, осознанности. Меня зовут Шевченко Александр, это Академия Счастья, и мы увидимся с вами скоро в следующем видео. До скорой встречи! Продолжение следует...